Здравствуйте! Сегодня рассмотрим штатную автомагнитолу для Subaru Forester на базе операционной системы S100. Данная версия операционной системы оснащена полным мультимедийным набором радио, причем с переключением между AM и FM частотами, а также созданием списка любимых радиостанций. Также есть аудиоплеер с возможностью воспроизведения аудиофайлов в форматах MP3 и WAV, слэш-карт microSD, USB 2.0 или подключив iPod. Еще есть возможность посмотреть видео в форматах MP4, AV, MPEG. Я Джордан Белфорд. В этом году мне стукнуло 26 и я заработал 49 миллионов. Аж зло берет, ведь еще 3 и вышло бы по миллиону в неделю. Или посмотреть телевизор, который показывает большое количество каналов в высоком качестве. Или включить музыку или фильм с DVD-диска, если он в формате DVD-аудио, DVD-видео или CD. Плюс к этому есть виртуальная машина с памятью до 20 дисков. Также музыку или видео можно воспроизвести с телефона, планшета или MP3-плеера, подключив их через вход 3,5 миллиметра. Помимо этого можно посмотреть картинки и фотографии в формате JPEG. А еще можно вывести изображение с видеорегистратора или камеры заднего вида. Еще можно совершать звонки прямо с дисплея магнитола или перевести звук в динамике машины с ноутбука или планшета по беспроводной связи Bluetooth. Также, если подключите модем через вход USB 2.0, то возможен интернет-серфинг. Существенный плюс данной операционной системы – это возможность установки навигационной системы Navitel, которая не понаслышке славится своей точностью, простотой и функциональностью в области навигации. Еще есть необходимый офисный минимум, калькулятор, календарь, всемирное время. А если есть время, то можно поиграть в игры. Также вот здесь можно посмотреть информацию о характеристиках магнитола. Помимо этого, в большом перечне всевозможных настроек можно перевести изображение на мониторы в подголовниках, если таковые имеются. А среди настроек есть семиполосный эквалайзер, причем с предустановками такими как классика, джаз, поп, особый и так далее. Также есть настройки видео, такие как контрастность, яркость и цветность. А еще есть возможность настройки таких параметров, как контроль подсветки, включение-отключение голоса навигатора, контроль ручника, контроль заднего хода, выбор языка, настройки кнопок руля и так далее. На этом все. До встречи!